Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала, Дмитрий у микрофона, и мы продолжаем играть в Motenblade Warband. Так, что у нас здесь? Мы тогда перебили здесь группу бандитов и закончили серию, в принципе. Так, ну давайте, пошли в боссенник, продадим всё добро. Может, по дороге как раз боссенник, кстати, в осаде. Так, на полном скаку к вам приближается посыльный, хрестая свою лошадь. Когда он останавливается перед вами, сразу сообщает, кто здесь воин по имени Дмитрий. Мой наставник Аббат Исфиана послал меня, он много о вас слышал, ой, много слышал о вас и хочет поговорить с вами о важной миссии. Он просит, чтобы вы навестили его в монастыре Финьен, около Бал-Эчатх. Аббат заплатит вам тысячу пенни только за то, что вы прибудете и выслушаете его. А, кстати, очень хорошее, очень хорошее задание. После него можно порядка 30-40 тысяч получить. Так. Всё, уже зелёные листья на деревьях, зима прошла. Теперь мы не будем терять боевого духа просто так. Так. Даны не появляются, или они убегают из-за того, что здесь большие группы лордов. О, Кловис, наконец-то. Вот кого я искал. Наконец-то. Так, Кловис, поговорить. Снаряжение. Конечно, мы ему дадим вот эту, наверное. 42-22. 42-23. Это как-то лучше выглядит. 45. Потом я ему улучшу, она, видите, это ржавая нормандская кольчуга, это саксонский, не ржавый хауберг Если я это улучшить, она будет намного лучше в топе, чем вот этот саксонский хауберг Так, хорошо, мы вот это все забираем Ну, возможно, ему метательные копии нужны Ну-ну-ну-ну-ну-ну Так, ботинки, изорванные ботинки, 20 У меня какие плотные, качественные ботинки Щит изношенный И тяжелый меч, ох, тяжелый меч, это хорошо Так, перчаток нету Нормально Так, Кловес, давайте Кловеса вверх возьмем Морган Дончарт, Эсберн Посмотрим, если они вместе сожживаться будут Тогда можно их спокойно всех оставлять Так, тут пока ничего трогать я не буду Пусть остается, пока Потом как-то встанем и точно распределим навыки Так, о, викинги даны Нужно на них зарабатывать пока что Самое выгодно это на викингах зарабатывать Или морских там налетчиках У них самая хорошая броня, кольчуги Ну и конечно они самые опасные воины Но если умеешь против них драться, то Самый лучший заработок только на них Так, где же вы, ребята Видите, все имеют щиты Имеют Хорошо Что у них Хорошо, что у них лица открыты Без брони Та-та-та-та-та-ту-ту-ту Не-не-не-не-не-не Смотрите Хорошо, что копки эти неточные Они далеко не летят Но и плохо, что Компьютер не умеет ими пользоваться Потому что если не могут враги ими пользоваться Так же не могут Нормально пользоваться И союзники Когда идет, например Стенка на стенку Издалека Все начинают кидать Издалека копьи Ну, твои воины Если ты стоишь в обороне Они издалека кидают И страчивают весь свой боезапас И потом И потом все Конец А после боезапаса Ну, щиты на месте у врагов Тому подобное Я всегда говорю Я всегда говорю, чтобы Мы прекращали стрелять Пока враг не пойдет вплотную Тогда я им говорю Открыть огонь По готовности И с близкого расстояния Щиты врага просто разлетаются Кстати, немаловажно Что если спереди ставить копейщиков Это Ой-ой-ой Что это за подлагивание Если Ставить спереди копейщиков Они хорошо держат Держат врагов И Ну, они идеальны Просто для линии Ну, удержания Подходят Потому как нужно Если вам нужно Удержать линию свою Потому что будет потом Большие битвы 200 на 200 человек Если вы так сделали Что у нас могут так находиться 400 человек на поле боя То уберите сначала Или тяжелую пехоту Или копейщиков спереди А по флангах Легкую пехоту Потому что легкую пехоту Кидать Ну, наперед Это просто Трата ресурсов А тяжелая пехота Она хорошо Сдерживает натиск И она может Выдержать Ну, одну минуту точно Или полминуты А легкая пехота Она сразу разваливается От 1-2 удара Да вы там скажете Да ну У нас 10 человек Тяжелой пехоты Или 20 человек Тяжелой пехоты Лучше иметь 100 человек Легкой пехоты Вы даже не заметите Как эту легкую пехоту 100 человек В капусту Просто порубят Чем плотный строй Человек Людей В этой Вот В кольчуге Видите Ему Несколько ударов Несколько ударов Хватает Но это еще Он без шлема был Потому что Главный урон Ему нанес В шлем Когда Например У врага Легкая пехота И у вас Легкая пехота Но у него Больше Он вас победит Но если у вас Тяжелая пехота 30 человек А у него Легкая Там 100 человек То у вас победа Уже в руках Можно сказать Я имею Легкая пехота Это даже Не крестьяне С ножами Крестьяне С ножами Совсем Они против Бронированного Бронированного Человека Они урона Не на нас Если что В спину Там Несколько хп Так Ловец Так Так Помогаем Помогаем Отлично Этот парень Чего-то стоит Ну давай Да умри же ты Еще там парни Возродились Давайте сначала Здесь Очистим Ну тут крестьяне Постались Конечно Этот форт Береговой форт Да Недавно появился Они еще не успели Ничего скопить Но надеюсь Хоть какие-то Кольчуги Я смогу Так я не могу Бежать Я смогу Взять в коллекцию И потом их продать Спокойно Или снарядить Своих воинов Так Ну камни мне Практически ничего не делают Но если вы стоите Без шлема Или в легком шлеме Или в легком шлеме Они могут вас Ваншотнуть Очень спокойно Да-да-да У меня такое не раз Было Что Меня просто Прощой Ваншотнули Видите как Недалеко летит Копье А боты Кидают его С очень Большого расстояния Так Ну а теперь ты Видите что Кольчуга Кольчуга Выдерживает Очень Много попадания Так Пловес Даже средняя броня Вот Как у этого парня У него тоже Неплохо работает Так Давай парень У меня Знаете У меня как бы Не прохождение А как бы В обучении Делись своими мыслями Все отлично Так Далее Что это такое Матерь божья Так Давайте Отдаем Почти все Сейчас мы себе тут Накупим Хорошо Нормально Пока сойдет Вот что мне нужно Навыки Мне нужна Упаковка багажа Упаковка багажа Это обязательно Вот на 8 Или нет Сбросить Давайте на 4 Да На 4 пока хватит А потом Мы уже будем Повышать По мере прохождения Так Босс Сейчас мы разорим Торговцев Босс Так 42 40 Давайте вот так 42 39 Ну давайте Для начала Снизу продадимся Вот это Вниз Перетянем Отлично Вот теперь Снизу мы все Продадим Так И Вот так Отлично Так Оружие Оружие Достаточно Нет Еще можем оружие Что-то продать 330 315 Лошадей О На лошадях Можно спокойно Зазубренные мечи Зазубренными То есть Обычный меч Тяжелый меч Тяжелый меч Какой-то лучше Вот Но все равно У торговца Нет денег Так Припасы Вот так Твою мать Какие кольчуги Дорогие Так Неплохо Я уже доволен Моя еврейская душа Довольна Так Возьмем это Факелы нам пока не нужны Все у нас есть Сколько мы заработали У нас уже 25 тысяч И еще в кармане Примерно Кольчуга по тысяче Ну где-то 6 штук 5 штук По тысяче Даже больше чем по тысяче Так что будем иметь Еще 6000 мем в кармане Так Тут быстренько Наверное На перехват Не смогу их взять Потому что Здесь криво очень Да в принципе Пусть мои атакуют Мне помогут Потому что Мы очень долго будем ждать Посмотрите Сколько им убежать Они как всегда Викинги медленные Так Что это за говно было Я потерял 13 известности А получусь Только 4 Да Нужно еще Барту дать Денег Чтобы он Обо мне известность Он писал песни И Мне будет прибавляться Известность Так Теперь Видите Какие рандомные Эти копья Особенно легкие На полной скорости Легкое копье Может спокойно Кольчугу прокусить Так И всегда Когда вы атакуете Врага какого-то Нужно смотреть За тем Кто отбился От группы И осторожно На копейщиках Так Где же мои Да вот Уже подбегают Уже там стреляют Так Все Сейчас будет рубилов На На максимальной сложности Кстати я заметил Боты стоят очень умные И если Иногда ты к ним подбегаешь Они там бегут На твоего война И ты к ним подбегаешь Они смогут спокойно Развернуться Они сбежут Бегут С замахом Уже Подбегают По твоему войну Замахиваются к нему Если ты там спину Бежишь Некоторые войны Они просто разворачиваются И тебе Отдают по зубам Так неплохо Так 25 Дадим Качественные ботинки Вот этому парню Так Кловис Кстати я добавил Кловис А все им довольны 25 Вот Он уже будет Такой элитный Элитка 45 45 47 Посмотри Как у меня У меня даже хуже О Вот это уже опасный парень Скоро и до вас Очередь дойдет Дончар Такой кабель имеет И Тут некоторые даже Есть персонажи Что босиком ходят Так Стадо кабанов Который состоит Из одного кабана Так Где-то еще Здесь викинги были И Вот тут викинги Не Вот тут викинги Вот тут ходят Давайте сначала В Дунник пойдем Там мы найдем викингов Возможно Их береговой форт Так что у нас здесь Молодые воины Так Грабители Я набрал Вот этих Молодых воинов А Лучники Ненавижу Лучников Сейчас они Как начнут Стрелять Если бы Это была бы Средняя сложность Или легкая сложность Я бы спокойно Их Не боялся Мог бы перемочить Вот видите Так Пока они На меня целятся И по мне Стреляют Из моей воины Подходят Это кстати Хорошо Что они По мне Целятся Что они Не спускают С меня Глаз Да вы Посмотрите Так Все Я их завязал Боем Но почему-то Мои не атакуют Мы не должны Полностью Атаковать Они что-то Стали Кидать Копья Так 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 Давай Давай Все Отлично Лучников Захватим Немножко Так Как положено Возьмем Вот это Говно Первое Три Говна Потому что Нужно Чтоб Мои войны Хотя бы Что-то Немного Взяли Ибо я О Викинги Даны И береговый Форт Дана Супер Еще только Нужно Сверху Найти Там Береговый Форт Вроде Береговый Форт Викингов Так Давайте Ждем А то Я на Эту Гору Не Вылезу Если Вылезу То Будет Для Меня Очень Тяжело Помню Я видел В онлайн Онлайн Бои Где Боты На Боты Кто-то Послал Свои Конницы Так Наверх Мои Войска Стояли Наверху Это Было Маутен Блейд Этот Наполеон Ик Уорс Пока Конница Помалу Так Шла Ко мне У меня Были Еще Эти Легкие Со Штуцер Без Штыков Винтокетки Обрезаны Без Штыков Ну Их Используют Застрельщики Вот И Против них Конница Полностью Идеально Подходит Но Мои Стояли Наверху И Когда Я им Сказал Вести Огонь По Готовности Ну Я не Сказал Им Стрелять Шеренгой Конечно Сначала Я им Сказал Стрелять Шеренгой Но Вижу Все Когда Они Близко Подойдут Скажу Пусть Стреляют Но Вижу Вражеские Вражеская Конница Просто Идет Так Помалу Что Мы Успеем Даже Два Залпа Сделать Я Сказал Всем Стрелять По Готовности Вот И Линия Делает Выстрел Наша Линия Делает Выстрел И Потом Они Все По Готовности Стреляют Мы Полностью Конницу Уничтожили Осталось Только Два Два Коника Одного Мы Когда Он Ступал Застрелили А Один Коник Это Этот Как Его Офицер Был Который Им Окомандовал Ну Не Компьютер А Уже Напрямую Этот Как Игрок Игрок Который Командует Своими Войсками Вот И он Просто Убежал К Своим И Все И Уже Можно Сказать Один Отряд Был Полностью Побежден Мы Тогда Вроде Выиграли С Разгромным Счетом Так Интересно Что там Будет Mountain Light Banner Lord Потому Что Еще Помним С Первых Закрытых Этих Скорриншотов Когда Только Первый Скорриншот Там Выклали Я Так Круто Они Это Делают Еще Помню В интернете Все Уверили И Тогда Писали Баннер Lord Скачать Бесплатно Там Были Вирусы Хорошо Что Я Это Не Качал Но Интересно Было Когда Комментарии Писали Скачать Mountain Blade 2 Но Там Не Баннер Lord Еще Баннер Lord Никто Не Знал Но Где Это Съято Верили Кто Любил Эту Игру А то Он Качал Вот Эти Вирусы Всякие Так Ну Мои Вроде Справятся Я Не знаю Нужно Или Отходить Ну Вроде Их Много Сейчас Мы им Как Спину Зайдут Пора Уже Своих Воинов Водить Они Все Довольны Друг Между Другом Они У них Лады Вот Этот Парень С топором Интересно Кто Это Был Посмотрю Это Какой То Из Неписей Так 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 Как-то Промахнулся Недостаточная Длина Так Кстати Врагов Очень Много Слишком Много Зачем Я Оставил Своих Так Да Твою мать Одновременно Так Хорошо Я бегу Уже К пещере Так Немножко Видео Будет Задолго Я Смотрю Так Я Наверное Зачищу Вот Это Вот Эту Фигню Все Этот Флордан И Мы Приступим К Следующей Серии Уже Или Сейчас Начну Снимать Или Где-то Через Полчасика Потому Что У меня Еще Много Игр Я Думал Снимать Сегу Этот Я Скачал Эмулятор Хотел Старенькие Игры Еще Поиграть Там Позаписывать Так У меня Шлема Нету Это Будет Быстро Но Я Почему-то Не По Шлему Попал Не То Не По Голове Попал А Где-то В Торс Отлично Смотрите По Шесть Тысяч Что Это Такое Было Сорок Шесть Защита Я Могу Пока Это Взять А Вот Это На Запас Потому Потому Что Защита Всегда Нужна 47 47 Это Старые Шлемы Ах Почему Я Еще Себе Не Увеличил Смотрите Сколько Добра Да Не Хочу Чтоб Это Все Пропадало Может У меня Что-то Есть Единое Вот Так 400 800 Вот Вот Нормально Это Щит Вроде Никому Не Нужен А Так Жалко Хорошо Назад Ну Вот Мы Заканчиваем Серию Или Давайте Еще Все-таки В Дунгик Продадим Добро Жалко Что я Не сделал Большой Инвентарь Смотрите Сколько Денег Мы Просрали Большой Инвентарь Это Залог Успеха Что Мож Унести Больше Ресурса Так Лошадей Так Слишком Много Торговец С лошадьми Он Очень Бедный Он Продал Только Одну Лошадь За Сегодня Так И Оружие Броня Припасы Вот По Припасам Еще 3000 Сразу Смотрите Вот Так Может Короче 30 Это 30 Пани Это Небольшая Трата Утрата То То Так Никого Здесь Нет Всем Спасибо За Просмотр С Вами Был Дмитрий Ждите Следующих Серий Пока